Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить организаторов за то, что мой доклад приняли. И моя цель сегодня, моя мотивация заключается в том, чтобы попытаться наводить мосты, навести мосты между философией и некоторыми смежными дисциплинами. Вот именно в этом вопросе рассмотрения специфики абстрактных объектов. Я, как психофизиолог, сталкиваюсь с тем, что эта тема затрагивается в моей предметной области, но понимание ее в отчасти различное, в том числе из-за различий в использовании терминологии, из-за того, что... Акцент уделяется разным вниманием. С моей точки зрения, вот если мы будем такие вещи обсуждать, то это позволит и, может быть, продвигаться в этих вопросах. И, конечно, я далек от мысли, что все учеды, как философы, так и учеды-исследователи мозга, они одинаковы. Более того, в моем понимании, философия – это как раз такая область, где люди придерживаются разных теоретических позиций, обсуждают. Но вот в области исследования мозга можно говорить о том, что есть некоторое в целом сходство взглядов, как тенденция, основанное на некоторых исходных посылках у исследователей мозга. Во-первых, мы все опираемся на определенную анатомию мозга и можем обсуждать какие-то детали, но таламус – он и есть таламус. Здесь очень сложно пытаться занять какую-то крайне оригинальную точку зрения, отличающуюся от остальных. Второе заключается в том, что есть определенные методы, которые используются в данной области, и они основаны на некоторых физических принципах, имеют определенную интерпретацию, ограничения в интерпретации. Поэтому и в целом есть сходство подходов. Ну и может быть даже самое главное – это общая методология исследования, которая заключается в том, что если мы хотим посмотреть, что происходит в мозге при каких-то условиях, то мы осуществляем какое-то воздействие, то есть действуем материально, используем какой-то стимул, например, сенсорный стимул или физический, и наблюдаем ответную реакцию мозга, которую тоже нам надо как-то зарегистрировать. Поэтому вот эти методы исследования, они предполагают оценку материальных изменений в мозге. Однако, поскольку здесь я говорю не просто о физиологии, а психофизиологии, то в данном случае речь идет о том, что мы пытаемся сопоставлять вот эти физические и материальные изменения мозга, которые мы оцениваем, теми изменениями, которые происходят в психике. И вот эти вот общие посылки, они в целом приводят к тому, что у типичного, нет, ученого, у него есть определенная установка, что те изменения, которые мы наблюдаем в ментальном мире, они являются следствием изменения нейрональной активности. Если говорить об абстрактных объектах, то здесь вот в результате такой установки можно отметить некоторый парадокс, потому что любое оперирование абстрактными объектами психики, когда мы сейчас их обсуждаем, оно все равно связано с какими-то конкретными процессами. То есть получается, что есть некоторая нейрональная активность конкретная, специфическая, но вот в одних случаях она приводит к тому, что в нашем переживании мы выделяем это как что-то конкретное, а в другом случае говорим об абстрактных объектах. Мы действительно интуитивно все проводим довольно четкую границу. Это нам для типичных случаев несложно, более сложно понять формально причины разделения границы, но для нас в целом это не представляет такое разделение проблемы, при том, что когда мы рассуждаем о конкретных объектах и об абстрактных, и то, и другое, это некоторые конкретные нейрональные процессы. В чем они различаются, это довольно интересный и важный вопрос. Но вот если мы исходим из этих посылок, то в принципе мы и в своих рассуждениях об абстрактных объектах накладываем некоторые ограничения. То есть наши рассуждения, они не должны противоречить вот этой нейрональной мозговой основе, которая лежит в удамите, проявления абстрактных объектов в нашей физике. И чтобы делать такое вот разграничение, я использую понятие ментально абстрактные объекты, то есть те абстрактные объекты, которые связаны именно с тем, как устроена наша психика и ее связь с процессами мозга. Это важно, поскольку, если мы говорим об этом, мы привязываемся к некоторым фактам, теориям, закономерностям, которые в этой области обсуждаются. Если мы выходим за эти рамки, мы оказываемся более свободными. Вот в качестве примера вопрос о том, чем различается нейрональная активность для конкретных и абстрактных объектов мозга, это в общем-то вопрос в отчасти о происхождении абстрактных объектов, откуда они берутся. Если мы говорим о том, что мы, допустим, воспринимаем или воображаем какой-то конкретный объект, допустим, яблоко, то можно сказать, что если мы смотрим на этот объект, то его присутствие в окружающем мире приводит к возникновению определенной репрезентации объекта мозга, то есть возбуждению определенной группы нейронов, и формированию нашей психики этого конкретного ментального объекта. Аналогично мы можем сказать, что репрезентация нейрональная какая-то в мозге абстрактного объекта, она приводит и к появлению его психики. Но не очень понятно, откуда он берется, что является причиной в этой схеме. Либо мы можем признать, что есть по аналогии какие-то проявления в окружающем физическом мире абстрактных объектов, что, по крайней мере, моей интуиции немножко противоречит. Либо должны говорить о каком-то отдельном мире, либо еще какие-то другие гипотезы строить. Важно то, что здесь у нас есть вопрос, и этот вопрос, наука о мозге, она напрямую не отвечает. То есть это как раз та граница, где мы можем провести разграничения между ментальными и философскими абстрактными объектами, где мы можем в значительной степени не думать об ограничениях, связанных с фактами, причем с фактами, касающимися работы музыки конкретно. Причем в данном случае это вопрос не только об источнике, но и о том, вот об этих устрелочках, о преобразованиях. Ведь может быть разный причин, не только источник, мир, где находятся абстрактные объекты и конкретные объекты, но разница может быть и в характере преобразования. Чтобы это показать более визуально, в концепции Дональда Хэпа нейрональных ансамблей думают, что взаимодействие с некоторым объектом приводит к тому, что в мозге где-то группы нейронов, которые репрезентируют этот объект, возбуждаются. И если у нас идет повторение взаимодействия с данным объектом, то постепенно происходит формирование нейронального ансамбля с более тесными связями между нейронами, репрезентирующими данные объекты. Постепенно этот ансамбль начинает сам по себе играть роль основы ментального объекта. Вот мне вполне понятно в рамках именно физиологии, откуда берется вот этот исходный абстрактный материал для абстрактного объекта. По этой причине вот те вопросы, которые важны, как я понимаю, от философии, например, какие есть критерии для разграничения конкретных и абстрактных объектов. Как мы можем провести между ними границу, как можем определить, относится ли объект к классу конкретных или абстрактных с точки зрения формальной логики. Они часто остаются в стороне области нейронауки. И скорее вопрос заключается в том, чтобы, если взять типичных представителей класса, то посмотреть, в чем есть разница в работе мозга при оперировании вот этими объектами, которые априори отличаются. Вот это могут быть и числа, и, допустим, слова, которые обозначают абстрактные понятия. Но здесь есть еще один момент, который важен, но не очевиден. Он заключается в том, что если мы говорим об абстрактных объектах, мы говорим об объектах. Если говорим о конкретных объектах, мы говорим все равно об объектах. То есть о чем-то целостном. И вопрос, который также надо затронуть, он связан с тем, как в принципе в нашей психике появляются объекты. С моей точки зрения, это вопрос категориальности психики, в частности. Поскольку экспериментально мы все равно сталкиваемся с тем, что мы предъявляем какие-то стимулы, то это вопрос категориальности восприятия. В широком смысле, я думаю, понятно, что это. В узком есть более специфический феномен. Он заключается в том, что если у нас есть стимулы, которые меняются непрерывно, то есть между двумя стимулами мы можем использовать очень маленькие различия. И вот оказывается, что эти маленькие различия между двумя стимулами замечаются, испытуемые гораздо проще и эффективнее, если они, вот эти два стимула, относят к разным категориям. Если же они воспринимают, допустим, два похожего цвета, как цвета одной категории, то кажется, что они меньше различаются, хотя физически различия между ними могут быть совершенно такие же. Интересно, что вот эта категориальность восприятия, она наблюдается даже на уровне одиночных нейронов. И исследователи группы Куайна Куироги, они обнаружили ранее в медиальной височной доле у людей специфические нейроны, они называли их концептуальные клетки, которые возбуждаются в ответ не на определенное сенсорное представление, а в ответ на то, что в мозге активно определенная концепция или понятие, в частности, конкретный пример из одной из ранних работ, когда нейрон возбуждался в ответ на предъявление фотографии актрисы Холли Берри. Можно было бы думать, что он является активным, опознавая лицо, но он также возбуждался в ответ на фотографии персонажа этой актрисы, где детали лица скрыты маской, так и просто на ее имя. И вот у людей, у которых удалось по медицинским показаниям регистрировать активность одиночных нейронов в мозге, у них оказалось, что изменение активности этих нейронов, оно сопровождается изменением и восприятия категории. Это было показано на экспериментах с морфингом. То есть, когда из двух лиц создавали гибридное лицо, соответствующее двум исходным фотографиям. В оригинале это были президенты Буш и Клинтон, что соответствует историческому контексту. Сейчас, может быть, были бы другие персонажи. И оказалось, что если вначале показать испытуемого на короткое время, одну, две, три, четыре секунды фотографию одного из этих персонажей, потом показать гибридную фотографию, морфинговую, и спросить, кто это, то гораздо чаще статистически человек отвечает, выбирает, опознает второго персонажа, не того, которого показывали изначально, а вот который тоже есть в этом стимуле, но которого не показывали. Вот этот эффект, он наблюдается для разных пропорций, и он же проявляется и в активности нейронов. То есть, условно, нейрон, который возбуждался в ответ на предъявление фотографии Билла Клинтона, он не будет возбуждаться, если человек в морфинговом изображении познает Буша. Важно, что эти нейроны, они не являются сенсорными, хотя мы гемоэффекты восприятия, но медиальная височная кора – это скорее область, связанная с памятью, с гиппокампом, в целом представлением о понятиях, концепциях. И есть разные теории восприятия, психологии, в том числе, довольно популярны теории прототипов, которая говорит о том, что любое восприятие – это категоризация, но вот как представлены категории в нашем мозге. Теория прототипов говорит о том, что это не конкретный эталонный объект, идеальная собака, а скорее нечто среднее, составленное в результате нашего опыта, общения с собаками, некий прототип, который является не столько конкретным экземпляром, сколько более абстрактным, концептуальным понятием. И, в общем-то, это достаточно старая область исследования, которая еще началась в 60-х годов, когда смотрели, как идет восприятие объектов, отличающихся от условных эталонов. И вот эти исследования, в том числе более поздние исследования, Леонид Рош и других авторов, они показали, что мы достаточно легко можем выносить суждения о типичности представителей. То есть, если мы спросим, испытуемого, является ли данный объект типичной птицы или типичная экземпляра мебели, то, во-первых, мы делаем такие суждения достаточно легко, во-вторых, они достаточно универсальны, есть большое сходство между индивидуальными в таких суждениях. И, кроме того, типичность влияет на скорость распознавания, на процесс обучения. Вот эти вот эксперименты, они предполагают, что даже при восприятии вполне конкретных объектов наши сведения, которые хранятся в мозге в категориях, они могут знать по изначительной степени абстрагированы. Еще один пример более современного исследования, который изучал представление категории в мозге у зрячих людей и у слепых, причем слепых врожденно, эти эксперименты, они предполагают, что если представление категории в мозге, оно присутствует в сенсорных областях, то есть областях, связанных с обработкой сенсорных стимулов, то будет существенное различие у людей зрячих и слепых, поскольку слепые не пользовались зрением, и у них формирование категории должно идти отдельно, в том числе в зрительной области были не затронуты. И при сравнении категории для зрячих приставленных слуховой модель с зрительной и зрячих людей и слепых для стимулов, приставленных слуховым образом, оказалось, что в значительной степени в категории их группировка у людей зрячих и слепых она схожа. То есть мы видим, что области мозга, которые участвуют в формировании категории, они в значительной степени это не те области, которые представляют конкретные сенсорные характеристики. Действительно, вот эти области были опознаны, это области не сенсорные вам могут. Более того, если задуматься о том, что обычно, когда мы обсуждаем о каких-то категориях или объектах, мы говорим о еночных объектах или о небольшом количестве объектов или категории, но мы оперируем тысячами различных категорий или объектов и ТРДВ-работа, они полагают, что не может быть для каждой категории, для каждого объекта действия определенного безмозга. Должна быть какая-то более централизованная система хранения и при изучении активности мозга, при просмотре в течение двух часов фильмов и разметки того, что происходит на экране, то есть здесь все было помечено словами, собака, женщина, дверь и так далее. Оказалось, что определенные воксели, то есть это не одиночный нейрон, а группа нейронов, которые томографически минимально выявляются, они имеют определенную вероятность срабатывания для определенной категории. То есть фактически вот эти исследования, они предполагают, что есть некоторое общее пространство, связанное с представлением категорий, и это пространство в значительной степени абстрагировано, то есть оно не является излишней конкретно. При изучении более специфических эффектов, связанных с влиянием абстрактных понятий, обработка абстрактных понятий мозги, были обнаружены области, в частности, задняя и средняя поясная кора, которые специфически активируются, когда испытуемым предъявляются абстрактные термины по сравнению с более конкретной. В этом случае необходимо было испытуемо отличать, какой из двух пар стимулов соответствует более общему понятию, например, что характерно для земли, полосатости или красный цвет. И опять же мы видим, что области, которые отличают именно восприятие абстрактных объектов, они не модально специфичны. Поэтому вот эти исследования, они допускают то, что ментальные абстрактные объекты, они на самом деле могут быть следствием развития, эволюции мозга и процесса категоризации. Это требует дальнейшего анализа с точки зрения того, на какие вопросы мы можем отвечать философии, исходя из знания мозга и наоборот, потому что это может давать некоторые ограничения, связанные с тем, как мы можем интерпретировать факты. В частности, с моей точки зрения, обсуждаемые критерии для разделения абстрактных объектов например, критерий каузальной силы или критерий привязки к физическому пространству, они могут быть здесь как раз дискутированы, поскольку вот, например, показан эффект размера для чисел. Если мы рассматриваем числа как определенную категорию абстрактных объектов, мы, тем не менее, видим, что числа не являются полностью изолированными, они между собой находятся в определенном взаимодействии. И в зависимости от масштаба, который мы оперировали числами, у нас получаются разные ошибки. с другой стороны, это же заставляет нас более внимательно отнестись и к рассмотрению представления абстрактных объектов в самом мозге. Мы можем говорить о том, что абстрактные объекты в мозге может быть организованы более сложно, чем я показал, даже более сложно, хотя, видите, картинки довольно комплексные оказываются. В частности, вот, по мнению Борги, у нас есть разные категории абстрактных объектов в мозге, причем механизмы, которые мозговые связаны с формированием этих объектов, репрезентацией, они различны для разных категорий абстрактных объектов. С этой точки зрения понятно, что мы еще находимся на некотором промежуточном пути в понимании организации ментальных абстрактных объектов, поэтому здесь я вряд ли готов давать какие-то окончательные выводы или заключения, но мы видим, что есть определенная специфика в этой области, и я рассчитываю, надеюсь, что это может вызвать у вас какой-то резонанс, интерес в области вашей специфической области. Спасибо за внимание. Дмитрий, спасибо большое, доклад действительно очень интересный, хотя и вроде бы кажется не совсем из нашей области. Коллеги, есть ли у кого-то вопросы? Вижу, что Ангелина подняла руку. Ангелина, пожалуйста. Спасибо большое за доклад, очень здорово, интересно, у меня очень много вопросов. Во-первых, мне интересно, можно ли соотнести то, о чем вы говорили с исследованиями Галези, о зеркальных нейронах и вот его попытки эксплицировать эту даже идею зеркальных нейронов через рестольфскую парадегму, это вот первый вопрос, и второе, а нет ли каких-либо исследований, я просто не знаю этого, но мне это очень интересно. Вы сказали про взаимодействие внутри абстрактных объектов, например, чисел, и есть ли какие-либо исследования, которые бы смотрели на типы взаимодействия, которые существуют внутри абстрактных объектов и на конкретных объектах, если я правильно выражаю свою мысль точно, в силу того, что мы, например, сейчас в логике постараемся говорить не про визуальность усмотрения, именно про иконичность, потому что визуальность это просто способ, скажем так, в силу того, что мы зрением воспринимаем информацию в большинстве в своем здоровом состоянии, то мы говорим о визуальности, а в целом мы говорим о усмотрении через любой орган чувств на равных, то есть о том, о чем вы говорили. Поэтому мне интересно, можно ли соотнести взаимодействие исследования абстрактных объектов и найти какие-то аналоги между таких взаимодействий на восприятие конкретных объектов. Спасибо, но что касается зеркальных нейронов, это очень интересная тема, но я здесь должен отметить такой момент, что мы очень редко имеем возможность зарегистрировать непосредственно одиночные нейроны у человека. Это случай, допустим, группы квайонокрироги, это люди, которые страдали эпилепсией, и у них по медицинским показаниям допускалась эта возможность. По этой причине, когда мы говорим именно о нейронах, потому что мы видим изменения в работе одиночных нейронов, мы в большей степени имеем дело с работами, которые проведены на приматах. И непосредственно то, о чем вы спрашивали, не такого рода исследования неизвестно. У человека же мы видим за этим редким исключением как правило не одиночные нейроны активность, а активность больших групп нейронов. Тот же воксель это кубик, который может составлять один миллиметр грань от один миллиметр, там могут быть сотни тысяч нейронов, потому что необязательно они все выполняют одну и ту же функцию. Поэтому здесь есть, конечно, перспектива, но сами по себе зеркальные нейроны у человека, они в этом плане нуждаются еще большей степени исследования конкретно такого не не попадалось. Что касается вашего второго вопроса, то на мой взгляд мы склонны к тому, что в нашем мышлении строить определенные гихотомии. Неважно в какой сфере, допустим, философии материальной, нематериальной, физиологии левое полушарие, правое полушарие. Хотя часто вот эти вот дихотомии, они могут оказываться некоторым прощением. В частности, вот в области репрезентации знаний в мозге известна теория Алана Павио двойного кодирования о том, что есть имогены, логогены. мы как мне кажется часто интуитивно считаем, что если мы легко разделяем абстрактные конкретные объекты, то они должны быть совершенно независимы в мозге. Но вот эти исследования, они по крайней мере ставят вопрос так ли это, поскольку для конкретных объектов мы видим значительную степень абстрагирования. Кроме того, мы вот рассуждая об объектах, могут быть, которых мы можем говорить абстрактных и конкретных, как допустим вода. В одном из предыдущих докладов было молекула воды, мы достаточно легко переходим эту грань, то есть смотрим и с этой точки зрения, и с другой и возможно это как раз связано с тем, что и в мозге эта грань она не проведена жестко, это не какой-то барьер, это скорее разные способы манипулирования информацией, но не совершенно разные домены. Еще раз повторюсь, что это не в общем-то здесь требуется дополнительное исследование. Спасибо большое, потому что на самом деле мой вопрос и был вызван в позиции, о которой вы говорите. Я пытаюсь как раз увидеть, насколько аналогии там можно найти, потому что любая категоризация это естественно упрощение какое-то, и я далека от мысли разделения констрактного разделения условно такой железобетонной стеной абстрактных и конкретных объектов, как раз моя позиция в том, что скорее всего какие-то аналогии, Галези использует аристотельскую парадегму термин, но найти можно. И вот у меня вопрос, а проводились ли исследования такого толка, потому что мне профессионально даже любопытно очень, я бы это посмотрела. Вообще исследований довольно много, изначально не ставил задачи все рассмотреть, не могу вам сейчас ничего конкретного посоветовать в данном случае, есть исследования, которые сравнивают допустим взаимодействие внутри абстрактных и конкретных категории, ширину категории вот такого сорта конкретных абстрактных объектов, они действительно оказываются разными, то есть в этом плане это может быть причиной вот этого эффекта конкретности, то, что мы быстрее реагируем и легче запоминаем конкретно объекты, если вам допустим предложить запомнить список из 15 или 20 слов, где будут конкретные абстрактные объекты, список из конкретных объектов гораздо лучше запомнить. Да, все условно, да. Спасибо большое, спасибо за доклад, очень напоминно, интересно. Вижу еще, что вопросы Марка Васильевича есть. Марк, пожалуйста. Присоединяюсь коллегам, спасибо за доклад. Очень краткий вопрос. С точки зрения того исследования, которое вы сейчас представили, скажите, пожалуйста, когнитивистика, современная когнитивистика права в том, что она считает, что между базовыми схемами познающего субъекта и научными схемами, которые он конструирует или конституирует, довольно много общего, намного больше общего, чем отличительного. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я скажу, что скорее да, на мой взгляд, ответ положительный, но здесь вопрос может быть более такой фундаментальный, насколько наше восприятие вообще является процессом познания. И если мы постоянно, каждую секунду заняты познанием через восприятие не просто пассивным отражением, построением гипотезы проверкой, то в значительной степени мы должны просто вот эти механизмы познания переносить на более такой формальный научный процесс. Спасибо. Вижу, что еще Надежда Васильевна хочет задать вопрос. Дмитрий, присоединяюсь к оценкам. Доклад очень интересный. Мой вопрос может показаться вам странным. Вот в чем его суть. В исследованиях современной нейропсихологии речь идет преимущественно вот о нейронах, о связях между ними, то, что вытекает из мозга как определенной субстанции, вещества. Вот мой вопрос вот в чем заключается. А если с физической точки зрения подойти к рассмотрению этих вопросов, не с точки зрения вот субстанциальной, да, еще в 1914 году Эйнштейн сказал, что единственный вид физической реальности есть поле, энергетическая составляющая, и вещество это концентрат энергии. То есть вот если с других физических позиций рассматривать вот эту деятельность по физиологии, и потому что вот тьма примеров может быть вот в этой части, вот в этой, но мне кажется, что принципиальная методологическая установка, то есть у меня вопрос, есть ли исследование такого рода, где изучается мозг и вот все эти процессы, в том числе связанные с образованием конкретных абстрактных объектов, на другой физической основе? Спасибо за вопрос. С моей точки зрения, если мы говорим о физической основе, то мы должны делать какое-то конкретное предположение, что это, какое физическое явление лежит. Энергия, энергия, не субстанция. Энергия, она все равно привязана у нас к чему-то, допустим, основная идея в современной науке, она связывает процессы мозга с электрическими процессами и здесь до конца непонятно, насколько большой вклад действительно оказывает объемная проводимость мозга, полевые процессы, хотя считается, что непосредственно передача сигнала как поле, она электрическая, она значительной степени ограничена высоким уровнем сопротивления межклеточного. поэтому мы здесь либо должны какую-то другую физику брать, акустические какие-то колебания, еще что-то, либо искать вот эту границу, что можно, что нельзя для данной физики. В то же время вы может быть знаете, что одна есть пускай не совсем общепринятых, но тем не менее существующих теорий сознания связанных с работой микротрубочек в мозге теория Пенроуза Хаммерова, которая предполагает, что на уровне микротрубочек мы можем наблюдать квантовые эффекты. И здесь как раз мне кажется есть тесная связь с тем, что вы предполагаете, поскольку наше общее субъективное переживание, оно является не результатом срабатывания какой-то одной микротрубочки, а большого очевидного количества. и вопрос, который в этой теории возникает, это как отдельные кванты сознания могут между собой взаимодействовать, образуя такое ментальное поле. вот в этой теории непосредственно каким-то образом это предполагается. Есть такие теоретические действительно разработки, но в данном случае, поскольку это не магистральная теория, скорее теория экзотическая, которая придерживается небольшое количество авторов, специфических исследований, связанных с исследованием конкретных абстрактных объектов, насколько я знаю, нет. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. .